Я наконец-то этого дождался. Сложность выживания, друзья! Сложность выживания! Всем привет! Меня зовут Сагиром Иван, это мой канал Мистер Кэт. Давайте рассмотрим поподробнее. Если вы еще не в курсе, то в Special Edition есть обновление. Для этого вы должны зайти в Special Edition, свойства в вашем стиме. Дальше вы выходите в бета-версии и просто поставить вот бета, 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 бета. Она обновится у вас за 2 минуты и вы начнете наслаждаться этим. Так, мы в игре. У нас обновилось меню и появился клуб творчества. Заходим, 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 заходим. И тут единственная модификация это режим выживания. Его активируем и все, друзья. Он полностью, полностью сейчас бесплатный. Ну там, по-моему, стоит 800 и перечеркнутая скидка. Типа, типа, сейчас бесплатно. Так что, успей, друг, успей! Все, заходим в игру. Вот, вот, вот. Как только вы установили, сразу режим выживания выскакивает. В режиме выживания появляется потребность в пище, сне и сохранении тепла, друзья. Также добавляются новые трудности. Недоступность быстрого перемещения. Вы не можете теперь быстро перемещаться. Я так давно этого ждал. Я не знаю, да. Были такие вот фиксы, но я не хотел это все устанавливать и париться. Я просто ждал вот это вот все официально. Понимаете? Я в своих прохождениях давно-давно за это говорил. Я когда играл в Fallout 4, и, по-моему, перенесли точно такое же практически. Я говорил, ну почему? Скорее, мне же все уже готово для сложности выживания. Только добавьте и все. И вот он. Вот он! Ладно. Уменьшение грузоподъемности. Да, я загружил своего персонажа и грузоподъемность прокачанного, сотого уровня. Грузоподъемность 450 уменьшилась до 200. На секундочку. И еще там одни фишки, сейчас я вам покажу. И мы повышаем уровень только во время сна. То есть, как в обливе, не помните? Так, смотрите, раздеваем выживание в меню, там в помощи. Окей, я подтверждаю. Подтверждаю. Смотрите, понимаете, что есть еще такая вот фишка. С каждой расой есть еще определенные бонусы. С разной расой есть разные бонусы. Вот если я играю орком, смотрите. Голод, все хорошо. Усталость, отлично. Холод. Приятно. У нас, кстати, сейчас теплая атмосфера. И смотрите. У орков есть устойчивость 15% к голоду. И утомлению. Вот. То есть, у каждой расы есть еще какие-то определенные способности. Это классно. Я хочу все посмотреть. То есть, он более выживалый такой вот. Также, друзья. Давайте сюда зайдем. У меня тут просто было когда-то небольшое видео. Сложность. Давайте поставим самый хардкорный режим на выживание. Вы можете менять их. Но самый хардкорный, конечно же, это легенда. Я просто представляю, у всех будет пукан рваться на легенде. Так. Тут мой... Ага. Бандит. Да, действительно, у него мало жизни осталось. Когда-то его добивал, так и еще обалдел. Теперь, друзья, вы понимаете, что еда теперь это что-то невероятное. Если вы нашли еду, вы... Обалдеть. Вы едите. Вы готовите еду. Теперь еда вам нужна просто необходимо. И это еще не все, друзья. Тут еще кое-какие плюшки. Теперь, действительно, те вещи, которые вы раньше никогда не замечали в Скайриме, здесь же обретают какую-то новую свою жизнь. В каждой броне, которую вы находите... Смотрите. Вот. Одежда. Есть еще дополнительный параметр, как тепло. Да, 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 друзья. То есть, смотрите. Вот. Тепло 18. Имперская броня. Тепло 27. Более теплое. 13. Интересно, общее показывает? Урон, класс брони, общий вес. А, уро... Вот. Уровень тепла 61. Также показывает внизу. Вот, видите? Уровень тепла. А, так не посмотришь только, когда наводишь. Таким образом, вы проверяете, есть одежда более мощная. Есть более теплая. Надо будет тоже проверить за разные сеты. Сапоги. Тепло 24. Доспехи 0, но зато тепло 13. Хоть какое-то. Самый-самый теплый регион, друзья. Вот здесь холода. И мне хотелось бы посмотреть, как мы будем себя чувствовать в воде. Быстрых перемещений нет. Как это отображается? Нельзя. Нельзя, друзья. Нельзя, нельзя. Теперь болезни, друзья, стали более опасные. Более опасные. И, понимаете, тут еще добавили такую вот фишку. Сложность выживания. Если ты долго не ешь, то появляется определенный баф, который ты так просто не вылечишь. Так, давайте, наверное, я сейчас не буду умирать на легенде. Ооо, кажется, у меня что-то в желудке. Так быстро. Уже-уже я немножечко проголодался, друзья. Че, изи. Вот, видите? Я немножечко проголодался. Даже видно, что он начинает медленней бить. Медленней. Смотрите, давайте зайдем в активные эффекты. Голод. Общий запас сил уменьшен. Атака холодным оружием на 30% медленнее. Вы на 30% менее эффективно используете щиты и скрытность. Друзья, это еще первая стадия. Вы проголодались. И ваш общий запас сил уменьшается. Это отображается на темный участок, на индикаторе запас сил. Ну, сделали реально так, красавцы, как и Fallout 4. От голода вы менее эффективно атакуете своим оружием. Угу. Поехали, чтобы утолить голод. Как правило, приготовление пищи гораздо лучше утоляет голод. Ну, понятно, если голод. Если вы готовите, вы намного сильнее. Если вы будете что-то перекусывать. Поедание сырого мяса может вызвать пищевое отравление. Тут еще с пищевым отравлением очень интересный эффект. Если вы получили пищевое отравление, то голод не восстанавливает. Понимаете? Пока вы не избавитесь от пищевого отравления, вы не можете нормально... Усталость, друзья. Также вы будете уставать. Устали, ваш общий запас магии уменьшается. Это отображается, как темный участок на индикаторе магии. От усталости уменьшается скорость восстановления магии и запас сил. А также эффективность зелья. Поспите в кровати, чтобы уменьшить чувство усталости. Сон в кровати позволяет гораздо лучше отдохнуть, чем сон вне помещения. Воу. Воу-воу-воу. Какое-то помутнение. Ну что ж, я, по-моему, и голоден. Есть у меня усталость. Угу. Магия запас сил восстанавливается на 40% медленнее. Зелья на 20% менее эффективные. Воу. Вот так вот у нас отображается низкое здоровье. Но они еще не все перевели. Очень медленно. Даже на адепте. Деядрическая стрела и все стрелы уже весят. Весят, весят, весят. Вес 0,1, но все равно он присутствует. Не знаю насчет других. Ну, да. Все стрелы, все стрелы теперь весят 0,1. Да. Теперь ты много не пособираешь. Хитиновая броня у нас тепло 27. Офицерская броня братьев Бури 54. Нифига себе. Ну да. Она с мехом. Она более теплая. Здесь у нас 13, но слабенькая защита. Хм. Канарик тоже дает тепло 18. Воу. Братья Бури. Очень утепленный сет. Стеклянная броня тоже неплохая 54. Посмотрите. Маска Клавиуса 18. Вампирская броня 27. Уровень тепла 131, друзья. 131. Давайте проверим, как холод действует. Вот он. Вы замерзли. Ваше общее здоровье уменьшилось. Это отображается, как темный участок на индикаторе здоровья. Замерзли. Вы будете двигаться медленнее. Вы представляете? На все параметры. На все все воздействует. Постойте у костра. Или перейдите в более теплое место, чтобы согреться. Быстрого перемещения нет. Пока ты перейдешь и умрешь. Значок солнца или снежинки возле компаса. Показывает, становится ли вам теплее или холоднее. Чтобы замерзать не так быстро, можно надеть теплый доспех. Но мы его надели. Вам станет теплее, если съесть горячего супа или взять горячий факел в руки. Вау. Теперь можно посмотреть эффект. В воде он очень быстро действует. Общее здоровье уменьшено. Перемещение замедлено на 20%. Взламывать замки и обчищать карманы на 50% стало сложнее. С таким вот негативным. Теперь действительно, понимаете, теперь действительно эффекты негативные. Вау. Вы только посмотрите. Очень тепленький. Ой, вы посмотрите, какой-то фильтр. Да? Да, если... Ага. Вам стало теплее, но все же еще очень холодно. Да, все равно какой-то фильтр. Как будто вам холодно. И вы это ощущаете. Вау. Друзья. Если вы играете за оборотня или за вампира, то вы замерзаете в два. В два раза медленнее. Ну, тоже, тоже, друзья, замерзаете. Но также вы можете еще поедать. Поедать вашу жертву. И таким образом, как бы восстанавливать здоровье. Я еще, честно говоря, не представляю, как вампир будет поедать. Он же, по-моему, не поедает. Это странно. Не знаю, как они это реализуют. Но если вы оборотень или вампир, то вам в сложности выживания играть на 50% легче, друзья. Так что знайте это. Если, например, вы играете Нордом, у Норда есть сопротивляемость холоду на 50%. Мне интересно, будет ли работать, если мы будем, например, Вервольфом. То, по идее, у Норда 50%, у Вервольфа 50% и таким образом у нас 100%. Мы как бы должны не замерзать. Ну, много-много, наверное, будет разных багов с этим режимом. Непоняток. Ну, я думаю, все их будут фиксить или не фиксить. Мы будем находить что-то новое. Друзья, новый режим добавлен. Он невероятен. Он просто классный. Я думаю, многие начнут играть. И в том числе и я на сложности выживания. И мне очень интересно попробовать этот геймплей. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВК, друзья. Подписывайтесь. Там очень много постов. Я там чаще всего сижу. Пишите, подписывайтесь, друзья. И всем добра. Все, давайте играть.